Вы хотите получить новый айфон, макбук про или озеленить дачу на полмиллиона рублей? Тогда переходите скорее по ссылке в описании и подписывайтесь на канал Экоплант. Вы узнаете секреты успеха российских звезд, которые ускользают от журналистов, какие дачи скрываются за заборами знаменитостей и другие секреты, о которых не принято говорить вслух. Скоро на канале будет 50 тысяч подписчиков и вы сможете принять участие в розыгрыше, так что подписывайтесь на канал, чтобы не упустить возможность. Ссылка в описании. Слушайте, ну что ни день, так обязательно найдется повод порадоваться. Вот и в этот раз чиновники от здравоохранения отчитались об увеличении окладов медицинским работникам в ряде регионов. Впрочем, вы должны это увидеть, мои коллеги-газетчики, молодцы, наглядно все продемонстрировали. И так, оп, я даже не знаю, как это комментировать, но оклады-то действительно увеличились, причем почти вдвое. Компенсационные выплаты опять же повысились, правда, стимулирующие надбавки пришлось урезать, но врачи от этого ничего не потеряли, слава богу, и на том спасибо. Зато в Кремль теперь можно смело бежать с докладами, мы повысили людям зарплаты, ну и с трибун в Атанам о чем-то таком дуть в уши. Господи, не ту страну назвали Гондурасом. Начинаем. А в Великодержавной на прошлой неделе был дан старт финала конкурса «Лидеры России». Это конкурс для руководителей нового поколения. Бросьте свой вызов тысячам управленцев и попадите в сообщество лидеров. Вот девиз соревнований. Более двухсот тысяч заявок поступило от участников. Результаты объявят в феврале. Все победителя ждет приз в один миллион рублей, но и проигравшие у разбитого корыта не останутся. Наиболее заметным участникам предложат теплые места чиновников в городах и весях. Не, ну здорово на самом-то деле. Это не будущие первые руководители компаний, государственных, негосударственных. Это не будущие руководители регионов и муниципальных образований просто как управление. Это именно лидеры, то есть люди, которые могут вести за собой. Правда, за всей этой мишурой и трескотнёй незамеченным остался другой общероссийский конкурс «Семья года». Нет, о нём тоже пропагандисты с пафосом рассказывали, когда всё только затевалось. А вот про подведение итогов как-то забыли, что ли. Впрочем, неудивительно, там ведь не было приза в миллион рублей, тёплых рабочих кабинетов лучшим тоже не раздавали. Данные состязания прошли гораздо скоромнее. К примеру, вот победитель в номинации «Многодетная семья». Семья Щукиных из Коми, где воспитываются девять детей. Знаете, какой приз ребята получили? Литровый термос. А это реальная журналистика сегодня о том, как сказка делается обылью. Поехали! Ну и к проблемам нашим земным, не конкурсным, приглашаю вас в Челябинскую область, город Магнитогорск. Знаменит этот город тем, что в нём находится крупнейшее металлургическое предприятие в мире – ММК. Ну, действительно, в книге рекордов Гиннеса. То есть, понимаем, да, значит, город должен быть не бедным. А несколько дней назад одна из местных жительниц прислала мне вот такую занимательную историю. Многоквартирный дом расположен по адресу Карла Маркса, 208. Там живут её старенькие родители, 41-го года рождения. Так вот, в этом доме уже полгода не работает лифт. Старикам, естественно, тяжело подниматься по лестнице, поэтому из квартиры они практически не выходят. Проведывать приходится часто те же продукты подвозить. И вот представьте себе ситуацию. Каждый день после работы, ну или почти каждая зрительница моя, вынуждена ехать к маме с папой, затем ножками, сумками. На девятый этаж, потом домой. Это при том, что за коммуналку счета приходят всегда без опозданий. А у кого нет детей, им как быть? Так вот, весь этот цирк приходится переживать на протяжении полугода, повторюсь. И просвета пока не видать. Ростехнадзор только создает комиссию по приемке лифтов. Дверь откройте. И комиссия будет работать со следующей недели. Кому женщина только не писала, куда только не обращалась, эпопея та продолжается. Но самое интересное заключается в другом. Все это время в доме как будто бы проводится капремонт, поэтому и лифты не работают. А рулевым по тем капремонтам в регионе являются, угадайте, кто? Сын губернатора Челябинской области, Дубровского. И вот хоть жалуйся на него, хоть какие кляузы, строчи, ну вы же сами понимаете. Кому жаловаться? Папа, сынуля, твой мышей не ловит, ага. И какого результата ожидать? А вот теперь хочу пригласить вас на Кавказ, а еще точнее в Кабардино-Балкарию, а еще точнее в город Нальчик. Многие почему-то ошибочно думают, что весь Кавказ стройными рядами поддерживает курс партии и правительства, потому что у них там все хорошо, потому что на них тратятся какие-то сумасшедшие деньги из бюджета, в общем живут горные люди, как у Христа за пазухой, а вот я вас и расстрою, это все тоже добротная работа пропагандистов. На самом деле люди в тех краях уже закипают, потому что устали от беспредела. Дошло до того, что в одном из районов города народ отказался оплачивать услуги ЖКХ по причине их безобразного качества и в прямом смысле готов подняться против местных чинуш, что заняты исключительно собой и своими хотелками. О людях вообще никто не думает. Многие из них живут как в деревне, да что там как в деревне, как в каменном веке, и страсти уже накалились до предела. Неужели высшие сидящие органы в том же самом парламенте и тот же самый президент, о чем думают, они не видят что ли? Девять человек. Тут у нас и кухня и ванна, а тут у нас одна комната, где мы спим. Вот моя спальня, это ванна. Все, вот все девять человек мы находимся вот здесь. Я вот приходила к Портовой на приеме, она так небрежно ко мне отнеслась и говорит, что вы рожаете не для нас, говорит, вы рожаете, а мы должны вас обеспечивать, что ли мы квартиры не даем, мы их продаем. По телевизору, впрочем, о бедах жителей КБР вы не услышите, равно как и о страстях, что кипят там. Этот регион в нашей стране вообще исчез из федеральной повестки новостей 4 года назад. Именно тогда Москва прислала туда нового руководителя Юрия Кокова. Мужчина должен был победить коррупцию и кумовство в республике, и он их победил. Вернее, разговоры об этом. Теперь отчеты с Кавказа в столицу идут только красивые. Красивые люди, да кому они нужны? Кто вообще знает, что там на самом деле творится в этих горах? Не стреляют, и слава богу, по крайней мере, кому-то очень выгодно, чтобы россияне в большинстве своем думали именно так. От себя хочу небольшую ремарку добавить, как от человека, который не так давно вернулся из тех краев и где пробыл больше года. Господа, прежде чем кричать эти бестолковые кричалки, мол, хватит кормить Кавказ, вы сперва попытайтесь принять одну простую вещь. Не Кавказ вы кормите, а отдельных кавказских князей. Ну и хотелось бы на оптимистичной ноте, нет, не получается на оптимистичной. Эта история прилетела из Курской, и она о том, как курские власти и тамошние коммерсанты проблемы решают. Итак, для начала вернемся на 8 месяцев назад, в март 17-го, тогда, я уже не знаю по какой причине, в центре города у одного из жилых домов обрушилась стена. Никто не пострадал только по счастливой случайности, в смысле никто из людей, зато пострадали две иномарки, на них, собственно, эта стена и упала, а дальше, как в России. Понятно, что автомобили застрахованы, понятно, что деньги у нас в стране за капремонт много лет с людей собирают. Вот только как думаете, на кого повесили убытки? На страховщиков или на коммунальщиков? Нет, всю вину сгрузили на пенсионерку, которая жила в этом аварийном доме, ветерана войны, кстати, и теперь женщина должна полмиллиона, которые уже выщелкиваются из ее пенсии. Сумма 22 тысячи 902 рубля 67 копеек. Именно из этих ежемесячных пенсионных выплат 95-летнему ветерану теперь придется выплатить полмиллиона рублей Ирине Рудько и Юлии Жуковой. Так решил Ленинский суд города Курска еще в марте этого года. Корреспондент ошибся. Суд состоялся в конце ноября, но не суть. Знаете, вот я когда налетаю на такие истории, меня коробит. Серьезно. У людей вообще совесть есть. У чинуш этих коммунальных, которые продавили закон о капремонте, но кроме как сбором денег за этот капремонт ничем больше не занимаются. У страховых компаний, которые тоже не без помощи законодателя, обирают своих соотечественников, но исполнять обязанности по договору дюжи не любят. У судей, которые принимают такие вот бесстыжие решения. У прокурорских, в конце концов, которые обязаны следить за исполнением законности. Че за бред? Дураку понятно, что эта старушка в данной ситуации вообще не при делах. И только слугам, нашим, народным. Это ни разу не ясно. УПИ, по-другому я этих людей назвать не могу. Все. Это была реальная журналистика. И сегодня опять без поводов для улыбок. На моей страничке в ютубе ссылка на нее сверху. Этих поводов еще меньше. Заходите, оцените масштаб бедствия. На канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже огромное количество пищи для размышлений. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. За сим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok